Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Тот, кто внимательно смотрит наши видео-лекции, наш канал, уже знает, что мы читали лекцию о тяжелой безумной походке. Не тяжелой, а безумной походке человека. Ну, конечно же, если мы знаем, что точка ВГ-16 Фэнфу является точкой нормализации либо гармонизации инь и янь, то если безумная походка это инь, то можно сделать походку более яньской. Какой? Легкой. Данная точка ВГ-16 Фэнфу выступает точкой, которая может сделать нашу с вами походку более легкой. Кому это нужно, сразу скажут. Многие задают вопрос. Ну, прежде всего, те, кто выступает на подиуме, это к нашим женщинам, милым дамам. Частенько, что не могут расслабить свои мышцы. Либо вообще, многие люди, которые, скажем так, имеют работу, связанную с постоянным движением, они могут в сутки всего лишь присесть, несколько раз. А так, практически весь часовой день проводят, что? Постоянно на ногах. Вследствие чего, мышцы устают у человека. И человек может что? Ну, жаловаться на свою походку. Она может измениться. Из-за чего? Потому что начинает тянуть спину. Начинает потому что тянуть почему-то нижние конечности. Почему-то стопы болят, коленный сустав вроде бы уже не настолько, скажем так. Ну и человек чувствует за собой, что он начинает носить за собой тело. Вот чтобы вы не носили, уважаемые зрители, свое тело за собой, вот пожалуйста, помните, необходимо помимо физкультуры и тренировок, скажем так, каких хотите, еще знать, а в каком состоянии ваша энергетика. Потому что зачастую у человека, когда много воспаленной энергетики, она его гложет, она его давит, она его, скажем так, больше, скажем так, в какой-то кокон связывает. Человек связан, это энергия воспаленная. И он не может, как сказать, вдохнуть легкостью, распрямить свои крылья. Вот почему данная точка делает походку более мягкой. Почему? Потому что в случае воспаленности всех 12 меридианов, почему мы опять касаемся меридианов? Причем здесь меридианы к точке? А потому что меридиан мочевого пузыря отвечает за грациозность и походку человека. Меридиан желчного пузыря отвечает за рослость человека, за его вестибулярный аппарат. Как ни странно, комбаловидная мышца на сегодняшний день также отвечает за нашу с вами что? Походку. Мало кто об этом обращает внимание. Вот вам, пожалуйста, два больших меридиана, которые формируют походку, грациозность, рослость и движение человека его по земле, как он движется. Вот, пожалуйста. Если мы не будем знать, в каком состоянии эти меридианы. Да, мы можем данной точкой помочь человеку высвободить избыточную энергию, либо дать энергию для того, чтобы походка стала более легче, человек стал намного легче, намного увереннее, выпрямился, скажем так. То есть данную точку можно использовать в болезни такой тяжелой, как болезнь Бехтерева? Да, можно. Можно использовать данную точку при лечении такого тяжелого заболевания, как ДЦП? Да, можно. При болезни Альцгеймера, простите, Паркинсона? Да, можно при таких тяжелых заболеваниях. Но все-таки стоит учесть диагностику 12 меридианов, которая нам покажет, а что породило тяжелую походку в человеке? Почему он так согнулся в три погибели? Почему он носит свою хромину, тело свое? Почему? Вот когда вы ответите диагностику 12 меридианов, и данная точка вам в помощь. Поверьте, при хорошем, правильном диагностировании, общую картину, когда вы увидите, вы сразу же, сразу же воздействуете на данную точку, человек почувствует легкость в своей походке. Спасибо за внимание. Продолжение следует...